Следующая хорошая новость, что Соединенные Штаты Америки решили передать активы российских олигархов ветеранам Вооруженных Сил Украины. Да. И заявил об этом не кто-нибудь, а Энтони Блинкен. По его словам, те из российских олигархов, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это. Он не уточнил, кто именно, о каких активах идет речь. Да, это первый замминистра юстиции. Генпрокурор США Лиза Монако сообщила, что американские власти конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму 1 миллиард долларов по всему миру. Активами российских бизнесменов, попавшим под санкции, занимается сформированная Минюстом США межведомственная группа Клептокалчер. Как это называется, да? Клептократия, клептокультура. А клептокапчер, извините, я думал, калчер. Но у меня все культурное теперь мерещится. Нет, клептокапчер, то есть хватай клептократа, короче. В том числе ей удалось арестовать яхту стоимостью 300 миллионов долларов. Значит, при этом, кстати, глава группы Клептокапчер, Эндрю Адапс, заявил ровно то, что заявляю постоянно и я. Что те суммы, которые удастся получить от конфискованных активов, мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной России, народу и земле Украины. Какой ущерб причинила Россия народу и земле Украины, я уже подсчитывал не раз. По моим подсчетам на настоящий момент это 3 триллиона долларов США. Не миллиарда, а 3 леона долларов США. Ну, реалистично Россия расплатится за 20-30 лет, если поднапрягутся. Смогут, я думаю, выплатить эту сумму. Ну, потому что еще же будут течь проценты. За один раз Россия не может. Весь бюджет России, собственно, полтриллиона в год. А тут речь идет про 3 триллиона, то есть 6 лет придется России, вот россиянам ничего не есть. Так, конечно, не будет, поэтому все это будет в рассрочку. Но с процентами, с большими, естественно, ну с нормальными такими банковскими процентами. Поэтому, да. Но, что важно в этой новости, что хорошо в ней? Хорошо в ней то, что огласила Денка Деблинкин. Что это не заявление какого-то политика, какого-то юриста, какого-то сенатора. Нет, государственный секретарь США в открытую говорит, что именно активы российских олигархов пойдут на компенсации пострадавшим воинам вооруженных сил Украины. Именно поэтому в этот раз Россия не смогла промолчать на этот счет. Нет, Россия ответила, причем это был пресс-секретарь Путина Песков, который сказал следующее, что ни один из случаев подобного незаконного удержания активов не будет оставлен без внимания. Просто так это оставлено не будет. Да, конечно, без внимания не будет. Вы будете вещать, пищать, орать, что вас грабят. Да, это не будет без внимания. Вы будете плакать, когда ваши яхты будут транспортировать в утиль, сдавать на доски, на что они там годятся. Поэтому это не будет без вашего внимания. Я думаю, что у самого Пескова тоже найдутся на Западе и яхты, и дома, и все это будет продано и передано в пользу у ветеранов вооруженных сил Украины. И без внимания Песков не оставит. Когда у него даже часы отнимут, снимут с руки, которые ему Навка подарила, как он рассказывает, чтобы компенсировать ущерб Украине. Естественно. И вряд ли он без внимания. Что он не заметит, как у него часы снимали с руки. Он что, идиот, что ли? Но Песков, хотя последний я бы не стал оспаривать. Так вот, Песков еще отдельно заявил, что по каждому случаю Россия будет судиться. Судиться по поводу этих активов. Суд, говорит, подадим, если наши, значит, активы пойдут на компенсацию пострадавшим воинам вооруженных сил Украины. А мы даже адрес можем подсказать. Вы записываете, товарищ Песков, значит, Гага, улица Пушкина, Международный уголовный суд. Вот туда сразу следуйте и там подавайте в суд. Причем лучше свой начальник отправьте, а то не солидно, как бы, если уже отняли активы, яхту Путина. Надо, чтобы сам Путин подъехал в Гагу и сам подал в суд. Я думаю, может быть, так у вас получится. Продолжение следует...